Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Ночью в США основные фондовые индексы после очень неровной торговой сессии смогли восстановиться к закрытию и завершить день роста. Акции азиатско-тихоокеанского региона последовали примеру Уолл-стрит и держатся в основном в зеленой зоне. В нашем сегодняшнем выпуске по азиатской сессии мы расскажем об идеальном шторме, рецепте для иены, сюрпризе для доллара и других новостях рынка. А сейчас перейдем к подробностям. После того, как отчет Министерства труда США показал неожиданный рост индекса потребительских цен на 0,1% вместо ожидаемого сокращения, рынок США обвалился под волной сильных распродаж. Торговые графики активов, почти отвесно пикирующие вниз, вполне могли служить иллюстрацией под названием «обманутые надежды». Однако рынок сумел восстановиться, а реакция на следующую публикацию Минтруда США на этот раз по индексу цен производителей оказалась уже не такой бурной. Тем более, что этот отчет показал снижение второй месяц подряд. И хотя данные цен производителей подтвердили, что инфляция в США действительно замедляется и снижается, их базовый компонент по-прежнему выбивается из этого тренда. В августе он прибавил все те же пресловутые 0,1% и повторил июньский уровень 0,4%. Так что базовая инфляция, которая за прошедшие три месяца росла на 6,5% годовым темпом, по-прежнему очень далека от целевых 2% американского Центробанка. Поэтому финансовые рынки полностью закладывают в цены как минимум на 75% повышение на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке на следующей неделе. Растет вероятность повышения ставки на 100 базисных пунктов. Согласно CME FedWatch, она составляет 22%, а фьючерсы на фонды ФРС поднимают этот прогноз еще выше – до 37%. Также в среду выпустила свой экономический прогноз одной из крупнейших международных рейтинговых агентств, которая снова понизила ожидаемый в 2022 году уровень мирового ВВП. На этот раз до 0,5% – до 2,4%. Свой пессимизм специалисты Fitch объясняют тем, что последние месяцы на мировую экономику обрушился идеальный шторм, в котором объединились ударные силы газового кризиса в Европе, резкого ускорения повышения процентных ставок ведущими центробанками, растущие инфляции, риски рецессии, углубление спада сектора недвижимости и экономики в Китае. На этом фоне перспективы сверхагрессивных действий Федрезерва США представляют собой прямой вызов мировым центральным банкам и их валютам. После повышения ставки ФРС мировые регуляторы оказываются перед выбором – наблюдать за ослаблением своих местных валют или противостоять их падению. Для этого им нужно либо продавать доллары, либо тоже поднимать ключевые ставки и тем самым увеличивать риски для экономики. Что же касается самого доллара США, то его рост неизменно поддерживается ожиданиями агрессивных действий ФРС в борьбе с инфляцией. После того, как во вторник инфляционный сюрприз вызвал резкий рост американца, он остается вблизи своего 20-летнего максимума, а его цена по индексу находится в восходящем трендовом канале 109.58 – 109.92. В азиатскую сессию, похоже, американец решил взять небольшую передышку, поднявшись в боковике в область цены 109.64. Следующее сопротивление может находиться на недавнем пике 110.79, а уровни поддержки в точках прорыва 107.43 и 106.93. Следует учесть, что, по мнению экономистов, привлекательность доллара как безопасного актива в ближайшие месяцы будет сохраняться. А это означает дальнейшее ралли гринбека, особенно по мере ужесточения политики Центробанка США. В целом, за год американская валюта укрепилась в корзине аналогов на 15% и тем самым уже нанесла сокрушительный удар по финансовым рынкам. Наибольший прирост почти на 25% доллар США показал в отношении иены. Отказ Банка Японии изменить свою сверхмягкую политику, заставляющую доходность облигаций оставаться на нулевом уровне на фоне резкого роста ставок в США, привел к тому, что иена стала главной причиной укрепления доллара. Основной рецепт для спасения иены имеет две стороны. Либо ФРС начнет снижать ставки, либо Банк Японии начнет их повышать. Да и в целом, в Азии сильный доллар, к которому же оцениваются котировки нефти, вызывает очень большой дискомфорт, так как страны-импортеры сырья столкнулись с сильным давлением продаж на свои валюты. Что же касается иены, то сегодня она торгуется все еще без вмешательства в финансовые власти Японии. Правда, вчера поступили сообщения, что Банк Японии проверил обменные курсы с банками. Согласно СМИ, звонки были сделаны в момент, когда иена упала до уровня 144,90. Это привело к предположениям, что Центральный банк видит условную черту, за которой нужно принимать меры – в области 145 иен. Сегодня курс пары консолидируется гораздо ниже этого критического уровня и торгуется по 143-45 иены. Однако учитывая силу доллара и повышающий тренд, цена иены вполне может приблизиться к опасной отметке границ дневного диапазона 142,77 – 143,80. В случае преодоления критической отметки 144,99 обнажится максимум 1998 года на уровне 147,65. Что же касается валют антиподов австралийского и новозеландского долларов, то они сегодня немного укрепились на внутренних данных. Согласно сегодняшним отчетам, рынок труда в Австралии неожиданно восстановился после предыдущего падения месяцем ранее. Опубликованный ВВП Новой Зеландии во втором квартале оказался значительно выше прогнозов 0,1% и поднялся на 1,7%. Хороший отчет по занятости несколько увеличил шансы на повышение на 50 базисных пунктов. Однако следующее заседание Резервного банка Австралии пройдет только в октябре, так что шансы ООЗИ по сравнению с долларом США все равно проигрышные. Вот сегодня пара находится под влиянием медвежьего тренда и торгуется в области цены 0,6746. Однако вчерашний минимум 0,6705 был выше предыдущих минимумов 0,6699 и 0,6681, а все три координаты находятся выше точки прорыва на отметке 0,6670. Это может создать для австралийцы зону поддержки в районе 0,6670-0,6705. В Азиатскую сессию четверга ценовой диапазон пары проходит в границах 0,6740-0,6771. Рост годового ВВП Новой Зеландии, похоже, также поддержит повышение ставки Резервным банком страны на 50 базисных пунктов. Однако следующее заседание состоится только 5 октября, поэтому киви по аналогии с ООЗИ выглядит слабее к всесильному американцу. Тем не менее в азиатскую сессию четверга пара торгуется на повышение в области цены 0,60003 и продвигается от уровня поддержки 0,5996 к уровню сопротивления 0,6027. Таковы основные новости азиатской торговой сессии на этот час. Мы внимательно следим за ситуацией на рынках и снабжаем вас актуальной информацией и аналитикой. Ждем ваших вопросов и комментариев. Благодарим за внимание и приглашаем к просмотру нашего следующего видеообзора. Подключайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok